Я думаю, что, может быть, кому-то из вас было немножечко страшновато. Страшновато хотя бы один раз в своей жизни. Может быть, было такое, что человек, переживающий страх или переживший его когда-то, рассказывая о нем, рассказывал настолько эмоционально, что вы когда-то в своей жизни тоже чувствовали какое-то ощущение себя в том же месте. В одном из мест, где я совершал служение, однажды человек поделился со мной такой историей. Он был шахтером и говорит, ни с того ни с сего стали обваливаться туннели, которые мы копали. И там стояли огромные такие деревянные подпорки из твердых пород дерева для того, чтобы они держали свод. И вот, говорит, эти подпорки стали прямо как спички складываться под тем весом, который падает сверху, давит сверху. И вот, говорит, я понимаю, смотрю, одна, вторая, третья начинает складываться, падать. Нахожусь я там, отключается аварийный свет, меня зажимает, и я понимаю, что я не могу даже дотянуться до фонарика, который находится ниже пояса. Был на ремне, но его задавило. И вот, говорит, я лежу так. Я не знаю, сколько времени я лежал в таком положении. Рассказывает он это не так, как я сейчас вам рассказываю, рассказывает очень красиво. Прямо все то, что он переживал в тот момент, он рассказывал, и я почувствовал себя частью его истории. В тот момент он произнес такую фразу, как хорошо, что у меня не было клаустрофобии, я начал себе в своем воображении представлять. А что же было бы, если было бы еще клаустрофобия, наверняка появилась бы паника. Может быть, вы видели людей, которые испытывали панику, находясь в закрытом пространстве. Я однажды тоже видел такого человека, не очень приятные ощущения у меня. Я не говорю уже о том, что происходит с ним. Так вот, этот человек говорит о том, что попав в эти сжатое пространство, когда казалось, что все, я здесь погибну. Кстати, я забыл одну важную вещь. В один из моментов он стал чувствовать, как стала подниматься вода, отключились насосы, которые откачивали постоянно воду наверх. И вот он говорит, в этот момент я, будучи неверующим человеком, будучи атеистом, решил попробовать. А может быть, все-таки Бог есть? И он помолился. И говорит, с тех пор, как оказалось, 4 часа я лежал там. Для меня это казалось вечность, глубина 60 метров. И как оказалось, в тот момент я почувствовал, что Бог есть. Это было за 40 лет до того, как он принял крещение. За 40 лет до того, как он познакомился с Библией, с Словом Божьим. В его жизни был такой момент, когда он испытал страх. Я хочу прочитать историю про людей, которые испытали страх в своей жизни. Записана эта история в книге «Второзаконие» в первой главе с 21 по 28 текст. И приглашаю вас прочитать вместе со мной. «Да будет вам известно, что Господь Бог ваш отдал эту страну вам. Идите же и завладейте ее во исполнение обещания, которые Господь Бог ваших отцов дал вам. Не бойтесь и не падайте духом». Это Моисей говорит о том, что необходимо пойти в землю, которую Господь обещал, в землю обетованную. Пойдите и посмотрите, что там и как. Народ ему отвечал. Моисей говорит, «Вы тогда пришли ко мне и сказали, что хотели бы прежде послать несколько человек, чтобы они разведали местность и рассказали о пути, которым придется нам идти, о городах, к которым мы пойдем. Я нашел эту мысль разумной и отобрал 12 человек от каждого коленя по одному. Они отправились в путь, прошли по горам, до долины и школ и осмотрели ее. Взяв некоторые из плодов той страны, наши посланники принесли их с собой и в своем рассказе об увиденном утверждали. Земля, что дарует нам Господь Бог, прекрасна. Вы, однако, не захотели совершить тот переход, восстали против повеления Господа, Бога вашего, и ворчали у себя в шатрах. Ненавидит нас Господь Бог. Он вывел нас из Египта, чтобы бросить Амореям на истребление. Как можем мы идти туда? Мы выслушали рассказ братьев наших, что сходили смотреть ту землю. Боимся людей тех, ведь они и сильнее, и выше, чем мы. Города там огромные, с укреплениями до небес. И потомки Аннака, потомков Аннака видели они в той стране. Итак, мы помним эту историю. Я прочитал для того, чтобы мы вспомнили чуть-чуть о том, что было 12 заглядатаев, которые пошли в землю обетованную, для того, чтобы посмотреть, что же и как. Моисей говорит, я увидел эту идею очень хорошую, никаких проблем в этом не увидел. Но возвращаются 12 заглядатаев вот с такими глазами от страха. Первого спрашивают, второго спрашивают. Они говорят, все замечательно, все хорошо, земля желанная, как обещал Бог. Течет молоко, течет мед, но одна проблема. Слишком большие великаны там живут. Вы когда-нибудь видели себя рядышком с высоким человеком? С очень высоким человеком. Однажды ехав в Москве в метро, я почувствовал себя очень маленьким. Хотя вроде как бы я так обычно себя не чувствую, но там я почувствовал, когда целая баскетбольная команда, как я понял, ну или волейбойная находилась в метро, и некоторые из них практически касались головами потолка. И на всех они глядели свысока. Вот 12 человек пошли, увидели все хорошо, и смотрят люди очень большие, очень крепкие города, очень укрепленные, но было там два человека. Вы помните их имена? Халев и Иисус Найя. Они говорят, все хорошо, пойдемте, мы завладеем этой землей. Другие кричали, нет, они же великаны, они убьют нас, безопаснее в пустыне, давайте останемся здесь. И вы знаете, на самом деле, очень часто мы с вами, как люди, которым свойственно находиться в тепличных условиях или искать такие тепличные условия, строить их для себя, нам проще сказать, давайте мы останемся здесь, в том месте, где мы сейчас находимся. Давайте мы будем так же вести себя, как и все, чтобы не выделяться. Зачем нам выделяться из толпы? Зачем нам быть белой вороной? Легче сидеть на насиженном месте и ждать, когда кто-то сделает все за меня. Бог, ты нас привел сюда, ты каким-то чудным образом сделай так, чтобы вот все, что там было хорошо, оно так и будет, но только этих великанов, чтобы не было. Двое говорят, никаких проблем в этом не вижу, пойдем. Бог обещал, Бог вывел, Бог довел, дальше он будет так же с нами. Мы еще вернемся к этим великанам, хочу дальше обратиться в библейской историей с еще более устрашающим великаном. Первая книга Царств, 17 глава, с 1 по 16 текст. Филистимляне собрали войско для битвы и уступили к Сохо, что в Иудее. Их стан был между Сохо и Азекой в Эфес-Даммиме. Саул и израильтяне, что были с ним, разбили стан в долине Элла и выстроились на битву с филистимлянами. Филистимляне стояли на одном холме, израильтяне на другом холме, а между ними была долина. Из филистимского стана выступил ротоборец по имени Голиаф из Гата, ростом в шесть локтей с пятью. Его голову защищал медный шлем, сам был в доспехах из меди весом в пять тысяч шекелей, на ногах медные поножи, а за плечами дротик с медным наконечником. Древко его копья было, как вал ткацкого станка, а железный наконечник весил шестьсот шекелей. Перед ним выступал щитоносец. Голиаф встал перед израильским строем и бросил вызов. Зачем вы выстроились на битву? Я филистимлянин, а вы рабы Саула. Выберите одного из своих воинов и пусть он поедет ко мне. Если он в бою одолеет меня и убьет, мы станем вашими рабами. А если я одолею его и убью, вы станете нашими рабами, будете служить нам. Филистимлянин говорил, посрамлю я сегодня войско израильское, только дайте мне кого-нибудь для поединка. Услышав эти слова, Саул с израильтянами испугались и пришли в смятение. Давид был сыном Ефрофянина из Вифлеема в Иудее по имени Исей. У Исея было восемь сыновей. В одни Саула Исей уже состарился, был ему много лет. Трое старших сыновей Исея отправились с Саулом на войну. Первенца звали Илья, второго Авенадав и третьего Шама. Давид был самым младшим. Трое старших ушли с Саулом на войну, а Давид ходил к Саулу и возвращался в Вифлеем, чтобы пасти овец своего отца. Сорок дней подряд, утром и вечером, выходил филистимленин Голиах и бросал вызов израильтянам. Итак, следующий великан. Человек, который смог не только одного человека привести в ужас, или не только двенадцать, как это было раньше, но всю нацию. Всю нацию он просто испугал своим грожным видом, очень большим дерзновением. Он пришел и начал кричать, брониться не только против народа, но и против Бога. И что же происходит? Посмотрите, что происходит на самом деле. Мы знаем очень хорошо эту историю. Маленький подросток, который ни в какое сравнение не идет с силачом Голиафом, с великаном. Он выходит к нему. Тридцать третий текст. Интересно, Саул отвечает ему. Кстати, о Сауле. Вы помните, когда впервые говорится о Сауле, говорится о его росте. И написано, что этот человек, Саул, был на голову выше всего народа израильского. Другими словами, Саул был своего рода великаном в народе израильском. И логически можно было бы представить, что Саул это тот человек, который должен был бы выйти для того, чтобы побороть Голиаф. Наверняка каждый воин, сидевший, спрятавшись за своим щитом, находившись на поле боя, ожидал. Ну сейчас, сейчас Саул выйдет и проявит свою силу. Но нет. Саул находится в точно таком же оцепенении от страха, как и все его войска. И тогда Давид приходит для того, чтобы побороть. Побороть Голиафа. И вот что Саул отвечает. «Ты не можешь пойти и сразиться с этим филистимлянином, ведь ты еще мальчик, а он воин с молоду. Ты еще мальчик, говорит Саул». Давид отвечает ему. «Твой слуга был пастухом при отаре своего отца, и бывало, что приходил лев или медведь и уносил отцу из отары. Тогда я гнался за ним, разил его и спасал овцу у него из пасти. А если он нападал на меня, то я хватал его за гриву и разил насмерть». Когда-то с детьми в одном из лагерей мы проходили эту историю. Ко мне одна девочка подходит и говорит, «Конечно, ему был не страшен этот Голиаф. Кто может быть страшнее льва? Если он у льва приходил, забирал овечку, то там Голиаф, что для него, никаких проблем нет. Но нет, что происходит». Дальше что он говорит? «Со львом и медведем справлялся твой слуга, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними». Ведь он насмехается, над воинством Бога Живого. Кажется, с одной стороны, Давид тут как бы хочет показать, вот я какой-то человек, у которого есть опыт сражения, но заканчивает он все это совсем другим. Он говорит, «Я пойду не для того, чтобы показать, как я умею это делать, защищать, но я пойду туда потому, что он насмехается над воинством Бога Живого». Интересно, что со всей логической точки зрения Давид – это не тот человек, который должен был бы пойти и победить, который вообще должен был туда выходить. Должны были найти какого-то крепкого воина для того, чтобы это все произошло. И дальше мы знаем эту историю, когда он взял посох, взял 40-го текста, пять гладких камней из пересохшего ручья и положил в пастушащую сумку. Интересно то, что великан, выходя на поединок с Давидом, был уверен, что он без проблем, без каких-либо усилий одолеет Давида. Давид, выходя на поединок с великаном, был уверен в одном, что Бог без каких-либо проблем и сил одолеет великанов. Саул, как я уже говорил, являлся великаном. Великаном физическим, народом, народе израильском. А Давид, он был великаном духовным. И внешне он был маленьким, и слабеньким, и тем, на кого, может быть, казалось невозможно положиться, но он знал, что Бог – это тот, для которого любой великан самый маленький и ничтожный человек. Не думал Давид об опасности, которая угрожала ему. Он думал о вызове, который был кинут не ему, но Господу. Сегодня в нашей жизни тоже есть великаны. Может быть, кто-то из вас переживал вчера, когда было собеседование, и думал, получится, не получится. Может быть, кто-то из вас еще в конце учебного года думал, получится сдать ЕГЭ, не получится. Я хочу сказать, когда-то у меня тоже был великан здесь, в этом зале. Я помню, когда еще кафедра стояла вот здесь. Никто из моего курса никогда в жизни не выходил туда. я стоял и думал, я тоже никогда не выйду за эту кафедру. Я никогда здесь не буду проповедовать. Сегодня есть великаны, которые продолжают преследовать нас. Интересно о том, что Голиаф был из Гефа, и народ израильский встретился еще один раз в своей жизни с великанами. Это была третья попытка. Я хотел так же, чтобы мы с вами к ней обратились. Это вторая книга царств, 21 глава, с 20 по 21 текст. В еще одном сражении при Гефе произошло следующее. Был там один воин огромного роста, и было у него 24 пальца, по 6 пальцев на каждой руке и на ноге. Он тоже происходил из рода Рефаимов. То же самое, откуда происходил Голиаф. Когда он стал поносить Израиля, убил его Ионадав, сын брата Давидова, Шимы. Это, эти четверо великанов были потомками Рефаимов в Гефе, и все они пали от руки Давида и его слуг. Обратите внимание, Давид не вырос в большого человека, в крепкого, всемогущего, которому любой великан физически был по плечу, но он продолжал расти и наращивать не физическую силу, но духовную. Он искал все возможное для того, делал все возможное для того, чтобы все сильнее и сильнее становиться в Господе. Давид и Иоаннафан подобно Иисусу Навину и Хареву не боялись великанов. они верили Богу и Он сделал для них то, что они никогда не сделали бы сами, никогда бы не сделали самостоятельно. Так происходит всегда с каждым из нас. Так может происходить в жизни не только библейских героев, не только героев, которых мы может быть видим в фильмах, читаем в книгах или слышим истории, так может происходить в нашей жизни. Задача людей довериться Богу, а задача Богу, задача Бога это уничтожать или убирать в сторону тех великанов, которые мешают. Мешают людям, мешают нам увидеть Его. Поэтому, дорогие друзья, не бойтесь ничего. Если Бог с нами, кто против нас? Иисус Навин и Халев. Придя оттуда, увидя тех же великанов, увидя те же укрепленные города, придя сказали пойдемте, ведь мы не вдвоем пойдем, мы не пойдем с моим братом, с моим другом, с моим соседом, мы пойдем с Богом. Поэтому каждый раз, когда на горизонте, еще где-то далеко, вы увидите великана, великана в любом искушении, великана в любом желании, которое вы знаете, что Господь не одабривает. Великанов может быть в трудности личной жизни, в учебе. Великанов каких-то недоступных для вас, кажется, на сегодняшний день мечтах. Помните о том, что Бог, Он Бог тот же, который спасал и помогал Давиду, который помогал Иисусу Навину и Халеву, который помогал друга, другу Давиду Иоаннафану, и Он уничтожал тех великанов. Бог тот же поможет уничтожить и тех великанов, которые появляются в жизни у каждого из нас. Иоаннафан